Всем привет! Продолжаю тест сетевых сабельных пил. На очереди у нас модель Makita 3050. Ну, в первую очередь, давайте расскажу, как она мне досталась и кто помог мне снять по ней тест. Когда я собирал сабельные пилы на тест, я написал на различных форумах. Многие владельцы откликнулись, предоставили свои пилы. Также написал производителям сабельных пил, среди которых был Интерскол, Зубр, Митаба, Бош. Все эти производители, кто-то написал в ответ из серии «Мы подумаем», как это было. Бош практически сразу откликнулся, но потом тишина. Митаба тоже написал, что ответственный человек будет через неделю. Было это в августе, до сих пор ничего мне не ответили. Также обратил внимание на то, что появился раздел в магазине «Все инструменты» «Аренда». И там были доступны три сабельных пилы. Это AEG, вот это Makita 3050 и сабельная пила Milwaukee. Ну, собственно, в первую очередь я подумал, что хорошо, можно будет взять пилу в аренду. Ну, решил написать в сам магазин непосредственно, что планирую провести тест, могут ли они мне предоставить сабельную пилу, собственно, непосредственно на тест бесплатно. Ну, несмотря на то, что аудитория у канала не очень большая, магазин откликнулся и сказал, что да, мы предоставим пилу вам на тест. Вот, проверял 7 моделей, на тот момент, к сожалению, она была в аренде и получить ее не удалось. Вот сейчас подобрал время, когда более-менее нормальная, недождливая погода. Взял ее на выходные. Пару слов, давайте, о самой аренде. Многие инструменты, такие, как, например, нейлер, держать постоянно в хозяйстве, ну, довольно сложно. Ну, тоже сабельную пилу могут себе позволить немногие. Вот такая возможность брать инструмент в аренду появилась. Ну, из плюсов то, что мы просто выбираем инструмент, видим кнопку аренда, по ней нажимаем, что этот товар можно взять в аренду. И видим однотипный товар, который мы можем взять. По минусам берется все это только в котельниках, то есть услуга на данный момент предоставляется только для Москвы. Нет возможности доставить товар до какой-то точки самовывоза, то есть надо ехать в центральную. И работает аренда у нас только будни, вечер до 7 часов, то есть надо успеть еще инструмент забрать. По деньгам судить сложно, потому что такой инструмент я в аренду не брал. Сложно сказать, насколько это дорого или приемлемо. Ну, вещь такая неплохая. Например, ту же сабельную пилу Милвоки, которую, к сожалению, на данный момент нету, она, возможно, будет по весне. Можно взять в аренду, а цена ее там за 30 тысяч купить ради одного ремонта. Себе это сложно позволить. Ну, в принципе, есть альтернатива аренде. Например, вот по цене этой пилы за 2-3 дня, в принципе, можно взять пилу Декстер, про которую я рассказывал. Ну, она пилит медленнее. Тут надо понимать, нужно работу выполнить быстро, или мы никуда не торопимся, и потом мы пилу будем использовать потихоньку. То есть всегда есть баланс, когда мы смотрим аренду, насколько нам инструмент нужен в дальнейшем. Ну, вот такая возможность у магазина появилась. Сама процедура не занимает достаточно большого времени. Нужен с собой паспорт. За пилу оставляется залог. Единственное, что залог наличными. То есть не забывайте взять с собой наличные. Ну, в принципе, недалеко есть гипермаркет с банкоматом. Ну, про аренду на этом, пожалуй, все. Перейдем непосредственно к пиле Макита 3050. Ну, после успеха в 3070 мне вдвойне захотелось посмотреть, насколько эта пила хорошо работает. Потому что 3070 – это что-то волшебное. Сейчас вообще у Макита три модели. Это 3050, 3060, 3070. В этой модели у нас нет маятникового входа. В 3060 появляется маятниковый вход. В 3070 добавляется система антивибраций. Сейчас ценовая политика Макиты такая, что 3060 – крайне странная пила. То есть буквально там на полторы-две тысячи она дешевле, чем 3070. При этом как-то сомнительно. Посмотрел я, что предлагается в Европе и в Штатах. Там аналогичные… Ну, то есть 3060 там нету сейчас вообще. То есть эта модель, я так понимаю, уходит постепенно с рынка. Ну, и смысл в ней по такой цене на самом деле небольшой. Ну, вот эта модель, в принципе, прямой конкурент у нее – это бошевская ГСА 1100, которую мы смотрели. По эргономике довольно она не тяжелая. То есть одной рукой ей орудовать можно непродолжительное время. Бошмак здесь снимается так же, как у 3070. Легко и просто. Ну, что касается замка, он здесь реализован довольно удобно. Наподобие лобзика достаточно просто пилку нам вставить. И она зафиксирована. Чтобы ее достать, поворачиваем. Пилка у нас выпадает. Крайне удобный замок. Дальше, что касается башмака, он здесь, так же, как у модели, 3070 проварен. То есть, в принципе, вот какая-то довольно интересная реализация, что здесь присутствует. Но наклонять его нельзя. Есть возможность смены щеток. К ним доступ открыт. Вес пилы у нас 3 килограмма 300 грамм. Теперь давайте посмотрим, как у нас смещен центр массы и насколько пилу удобно держать одной рукой. Закрепляем в этой точке саму пилу. Итак, мы зафиксировали пилу. Вот у нас есть вращение. Дайте смотреть, сколько составляет вес. Вес у нас составляет килограмм 710 грамм. И давайте измерим, сколько у нас составляет рычаг. Приблизительно 51 сантиметр. Таким образом, крутящий момент в кисти, необходимый для удержания пилы, составляет 8,5 ньютон метров. Итак, напоминаю, я нагружаю вот эту часть пилы постоянной нагрузкой в 5 килограмм. И мы сравниваем производительность различных сабельных пил. Пилка у нас 644D. Доска 150 на 50. Итак, 200 на 150, пилка 2345. Доска 1282 по 20. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С пропилом 150 мм Как видите, вылет у нас Получается вот такой Это минимальный вылет Когда полностью шток ушел Где я его до конца утопил То есть вот Сколько пилка не допиливает Потому что здесь вылет довольно большой по башмаку Ну и даже если Пилка мы выводим ее до конца Мы получаем Вот эта часть у нас работает Субтитры сделал DimaTorzok 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 Итак, на очереди у нас 20 гвоздей Содка Брусок 200 на 150 Пилка у нас в мелойке Дерево с гвоздями Продолжение следует... 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 Продолжение следует...